Межрельцевое полотно на этом участке находилось в аварийном состоянии. И вот настало время его заменить. Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». Сначала верхний слой старого асфальта срезают, затем укладывают щебёночный слой и сверху заливают литой асфальтобетонной смесью. Примерно по такому же принципу, как жидкий пол в квартире. Ремонтируют ночью, чтобы не мешать движению, и одновременно в трёх разных местах дорожного участка на улице Арцебушевской. Противоэпидемический режим требует того, чтобы не было скоплений сотрудников. На предприятии соблюдают требования Роспотребнадзора. Это сделано для того, чтобы как можно меньше народу контактировало с друг другом. На одном участке минимальное количество людей, на другом участке минимальное количество людей, чтобы как можно избежать контакта. Раздали средства индивидуальной защиты, раздали антисептики. Обрабатываем вахтовые машины и спецтехнику каждые полтора часа. Старый твёрдый асфальт быстро даёт трещину от стука железных колёс. Современный состав смеси позволяет многократно продлить срок эксплуатации дороги. Эта асфальтобетонная смесь пластична, чем традиционные горячие асфальтобетонные смеси. Именно за счёт пластичности она находит широкое применение в трамвайных путях. Межрельсовые полотоны Арцебушевской должны сделать до 25 апреля. Комплексный ремонт рассчитан на два года. А вот ремонт улицы Мичурина планируют завершить в этом году. Трамвайные пути в порядок уже привели. Олег Зверев, Максим Гусев, События.